Что я потерял? Я много чего потерял. Огромное количество. Ну это было, и бог с ним. Но зато я живой остался. Так начинаются многие рассказы людей, которые когда-то были алкоголиками. Они жалеют о прошлом и вспоминают о нем содроганием. Специалисты называют несколько причин, по которым люди начинают прикладываться к бутылке не только по праздникам. Генетическая предрасположенность срабатывает. Какая-то социальная неустроенность тоже влияет. Ну и дух времени. О проблеме алкоголизма говорят часто. Она стала вечной, заняв место рядом с дураками и дорогами. Правда, в Владивостоке за последний год рост числа алкозависимых прекратился. На сегодняшний день приморская столица имеет среднероссийский показатель по употреблению спиртного. Но все равно каждый месяц в наркологический центр нашего города поступает по 20 алкоголиков. Плюс к этому по 10 человек привозят с алкогольными психозами, белыми горячками и галлюцинациями. Часть пациентов, я уже сказал, поступает на скорую помощь в острых состояниях. А часть пациентов добровольно обращается, знаю уже. По словам специалистов, и мужской, и женский алкоголизм опасен одинаково. Но независимо от возраста алкоголика и от того, сколько лет он уже употребляет спиртное, вылечиться возможно. Главное – найти в себе силы и желания. В итоге, разговаривающая с нами по телефону Светлана обратилась в Содружество анонимных алкоголиков, и там ей помогли. Женщина не пьет уже 9 лет. Но, по словам специалистов, это единичный случай того, как человек нашел мотивацию и заставил себя измениться. В основном, таких немного. Придя к нам на лечение, конечно, им необычно, и не все желают этого. Но мы проводим мотивационную работу, определенную. И часть пациентов остается у нас на лечении и продолжает лечение дальше, а часть, безусловно, конечно, теряется. Лечение от алкоголизма в Государственном наркологическом центре бесплатное и по достижении 18 лет, конечно, добровольное. В отличие от несовершеннолетних любителей выпить. Детей от алкоголизма лечат принудительно. К слову, во Владивостоке на учете в полиции находятся более 30 несовершеннолетних, которых поймали за употребление спиртного или доставили в больницы в алкогольном опьянении. По сравнению с прошлым годом, у нас идет снижение употребления детьми несовершеннолетними спиртных и алкогольных напитков. Возраст детей, употребляющих спиртные напитки, это от 11 до 17 лет. По-прежнему по всей России, в том числе и во Владивостоке, набирает обороты так называемый пивной алкоголизм. А ведь еще несколько лет назад врачи изучали его по книжкам, в которых в пример приводилась Чехия. Наркологи уверены, любой алкоголизм не приговор. И Содружество анонимных алкоголиков, которое есть в каждом городе нашей страны, в любой день открывает свои двери для людей, готовых менять свою жизнь. Ирина Мокрецова, Василий Косилов, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.